Добрый вечер в прямом эфире новости. В студии работает сама Цикенов, сурдоперевод Жандоса Адилова. И в начале выпуска коротко о главных событиях. В Семее начато строительство маслоэкстракционного завода проектной мощностью 1200 тонн в сутки. Ожидается, что продукция будет экспортироваться в соседние государства. Академии спорта Семее присвоено имя первого олимпийского чемпиона Казахстана Жаксалыка Ушкемпирова. В Семее мало желающих пройти обучение на управление транспортными средствами категории D. Об этом стало известно в ходе посещения депутатами Маслихата специализированного центра обслуживания населения. Президент Касым Жамар Тукаев поручил отказаться от слова «оралман» в пользу термина «хандас». Глава государства не поддерживает такое определение казахов, возвращающихся на историческую родину. Об этом сказано на странице президента в Твиттере. Касым Жамар Тукаев на посту президента уже 100 дней. Для политика это важный этап своего рода подведения итогов прошедшего периода и ориентир на будущее. Новый президент Казахстана в кратчайшие сроки начал реализацию масштабных дел. Были прощены кредиты социально уязвимым слоям населения, изменился порядок повышения заработной платы, размер адресной социальной помощи. И, наконец, 100 дней доказали, что Касым Жамар Тукаев – человек ни слова, а дело. Сто дней назад Касым Жамар Тукаев заявил, что он станет полноправным президентом, а не транзитным пассажиром. Сегодня на площадке центральных коммуникаций в качестве главного эксперта предстал Касым Жамар Тукаев. И здесь стоит отметить, что политическая система в стране трансформируется. К власти пришли новые лица, среди них много молодежи. Создан Национальный общественный совет. Политика направлена на сближение с народом. Стали решаться многие актуальные социальные проблемы казахстанцев. Адресную социальную помощь получили 340 тысяч семей или 1,8 миллионов человек. И так все видно и понятно. Разрешились вопросы с кредитами, оплачены. Многие забыли о блокировании интернета. Это свидетельствует о том, что обещание, которое дал президент, он сдержал. Глава государства поручил повысить заработную плату врачам и учителям. С начала года в рамках программы с дипломом в село планируется увеличить финансирование до 20 миллиардов тенге. Для создания равных возможностей для людей с особыми потребностями в ближайшие три года будет выделено 58 миллиардов тенге. В целях создания благоприятной бизнес-среды государство отчисляет обязательные пенсионные взносы в размере до 5% с работодателей до 2023 года. Президент доказывает делом. Касым Жомарт Кемелылуның жүйелі позициясы, сайлау алды компаниясы кезінде анықпай қалған. Оның 2-40-йектегі Қазақстан халқына жолдауы менің ерекши есімде қалды. Оның жолдауы саяси бөлімнен басталды. Токаев Қазақстан алдындағы жалпы тенденцияны түсінетін үлкен саясат кер. Өз елінің алдында нақты проблемалар тұрғанын ол жақсы ғымған. Один из самых необычных проектов в нашей стране начал реализовываться именно при Касым Жомарте Токаеве. Виртуальную приемную при президенте за эти 100 дней поступило около 4000 обращений. Из них 1400 решены сразу же. Разве это не говорит о доверии к новоизбранному президенту, когда к нему напрямую могут написать письмо и рассказать о своей проблеме? Касым Жомарте Токаев прежде всего проявил себя как грамотный кризис-менеджер. Доказательством этому является Арысь. Он лично посетил город, переговорил с каждым. Тем самым показал, что между первым лицом государства и обычными гражданами страны нет никаких границ и ограничений. Эти 100 дней в жизни президента Токаева – 100 самых важных дней. Первые испытания остались позади. Впереди, безусловно, главу государства ждут еще более важные дела и события. Это были итоги 100-дневной работы Касым Жомарта Токемелевича. Но кто такой Касым Жомар Токаев, который чуть более трех месяцев стоит у власти? Каким он был, когда был ребенком? Студенческие годы и какие черты сохранились? И сегодня, когда он уже глава государства? У нас есть неопубликованное ранее нигде его фотография. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Это место рождения отца президента Кемеля Токаева. В ауле Калпе Каратальского района Алматинской области по-особенному гордятся сыновьями Кемеля Токаева. Здесь часто произносят имя и нынешнего главы государства, и его отца. Семидесятилетняя Макпура Апай двоюродная сестра Касым Жомар Кемелюлы, их отцы-братья. В своем интервью, которое было записано еще в мае месяце, она вспоминала, каким нынешний президент был в детстве. Когда мой отец приезжал, мы иногда дрались, за моего отца спорили. Помню, всегда и везде были вместе, и играли, и гуляли. Касым Жомард еще тогда в детстве был глубоко думающим, он много читал. Так что он такой еще с детства, много не говорил. Мы все такие. После поступления в Москву, по словам Макмуры Апай, она достаточно долгое время не виделась с братом. Это фотография воспоминания того времени. До этого она нигде не была опубликована. После окончания университета Касым Жомард Кемелюлы начал трудовую деятельность в Министерстве иностранных дел СССР. Затем занимал дипломатические должности. И эти качества характера, как мудрого, извешенного политика от природы, всегда подчеркивали его окружение. Депутат Сарсимбай Есингенов, работавший вместе с Касым Жомард Кемелювичем в Сенате, вспоминает о нем только хорошее. Он очень сдержанный и терпеливый, никогда не проявляет эмоции, понимаете? Я не помню ни одного случая, чтобы Касым Жомард Каев, не работая в парламенте, во время обсуждения разных законопроектов, когда депутаты высказывали самые разные мнения. Не будучи председателем Сената, не могу припомнить случай, когда бы он перебил кого-то или ответил резко. Пресс-секретарь президента Береку Али в интервью одному из информационных агентств сказал, что Касым Жомард Каев может одновременно читать сразу несколько книг. Что касается спорта, как известно, президент с интересом наблюдает за настольным теннисом. Это вырезка из видеорабочей поездки главы государства в Уральск. В ходе посещения спортивного комплекса президент заинтересовался молодежной игрой. В целом, отмечается, что будучи в среде молодых людей, глава государства говорит с ними на одном языке и получает заряд энергии. Об этом свидетельствует множество фотографий с молодежью, в том числе и селфи. Отныне лица, привлекающие педагогов по стороннему труду, будут привлечены к ответственности. Все они будут обязаны оплатить штраф в размере от 50 540 тенге до 303 тысяч тенге. Презентация законопроекта, повышающего статус учителя, состоялась сегодня в Можилисе. Будь то директора школы, администрация, вне зависимости от должности, будут привлекаться к ответственности. Основным материальным стимулом для педагогов станет двукратная зарплата за классное руководство и проверку тетради. Предусмотрена доплата за педагогическое мастерство. Кроме того, внедрена надбавка за стажерство. Например, если молодой специалист проходит стажировку в определенной школе, за ним закрепляется наставник, имеющий стаж работы. Он делится своим опытом, учит навыкам работы. Для специалистов, имеющих степень магистра, предусмотрена доплата в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 25 270 тенге. Для повышения заработной платы работникам образования за три года предусмотрено более 1 миллиарда тенге. В рамках этого закона будет повышена заработная плата воспитателям детских садов, учителям школ, учителям колледжей. Стоит отметить также, что раньше продолжительность отпуска у всех была разной. Теперь все уравнено. У всех 56 дней. К новостям региона. В Семее начато строительство маслоэкстракционного завода проектной мощностью 1200 тонн в сутки по инициативе ТО «Казакастых Групп». Ожидается, что его продукция будет экспортироваться в соседние государства. С ходом работы строительства нового завода ознакомился Даниил Ахметов и дал положительную оценку. Сегодня агропромышленный комплекс является не только одними стабильно развивающихся секторов экономики, но и экономически привлекательной отраслью для бизнеса. На сегодняшний день Казахстан является лидером по производству подсолнечника семян. И есть большая необходимость, чтобы в соседние страны экспортировалось не сырье, а готовые продукты. На территории бывшего предприятия Семису начато строительство маслоэкстракционного завода проектной мощностью 1200 тонн в сутки по подсолнечнику, рапсу и льну. Инициатором проекта является товарищство с ограниченной ответственностью «Хазак Астах Групп». «К сожалению, а может быть пока таковы издержки судьбы, львиная доля не перерабатывается здесь. Вот здесь практически будет перерабатываться 80% пока того объема подсолнуха, который выращивается у нас. Это революционный шаг, 6 миллиардов инвестиций и самое главное – это дорога к будущим экспорту на китайском направлении». Ожидается, что в год будет производиться 150 тысяч тонн масла и 120 тысяч тонн шрота. 90% готовой продукции будет экспортироваться в Китай и в Узбекистан. Для этого созданы все условия. Проект реализуется по программе «Дорожная карта. Поддержка бизнеса-2020». Государство обеспечивает инфраструктуры и линии электропередач. Смотрите, инфраструктурно все у вас есть. Тупики, дороги, электровода – все есть. С морской помещением все у вас есть. Вы ставите только сушку, элеватор и маслопресс. И экстракция будет. Завод будет состоять из четырех блоков. Первый – элеватор с мощностью 60 тысяч тонн по зерновым культурам. Второй блок – маслопрессовый цех, который займет уже действующее здание. Третий будет цех экстракций. Последний блок будет котельный. Планируется, что он будет работать не только на угле, но и на лузге подсолнечника. То есть это мультизавод, который будет перерабатывать разные масленичные культуры. Строительство начали мы в июле месяца. На сегодняшний день мы уже закончили 70% фундаментных работ по элеватору. Сейчас, как вы видите, мы уже начали рыть котлован для цеха экстракции. И начинаем уже забивать сваи. Вводим в эксплуатацию завод. Мы будем вводить его в декабре 2020 года по графику. Стоит отметить, что стоимость проекта составляет 7 миллиардов тенге. Как отметила Кимобласти, на данном объекте есть все возможности сделать агропромышленный кластер. Сам завод находится на территории 30 гектаров земли. Бахатгуль Казес, Нургуль Садыкова, Илья Сабит, телеканал «Семей». Академии спорта «Семей» присвоено имя выдающегося палуана, первого олимпийского чемпиона Казахстана Жахсалыка Ушкемпирова. Инициатива назвать комплекс именем известного спортсмена принадлежит таким области Даниалу Ахметову. Жахсалык Ушкемпиров – первый казах, завоевавший на Олимпиаде золотую медаль. Прославленный борец греко-римской борьбы, поднявший авторитет казахского спорта на мировом уровне. Уроженец Жамбылской области получил образование в «Семее». Здесь же он и впервые попытал удачу в спорте. На церемонию присвоения имени Жахсалыка Ушкемпирова Академии собрались любители спорта региона во главе с его тренером Ром Ильматовым. Спасибо Даниалу Кинжетаевичу. Действительно, можно сказать, что он в этом возрасте впервые присвоил звание героя. Это символ героизма. Место моего роста – семей. Спасибо за уважение. Это исторический период. Я хочу пожелать, чтобы было больше молодежи, которая заявит о себе на весь мир, что они были именно казахстанцами. Все это благодаря нашей суверенной стране, которая стала независимым государством. Жахсалык Ушкемпиров лично обошел спортивную академию. Комплекс был открыт в 2002 году. Три года назад был сдан в эксплуатацию интернат для талантливых спортсменов из сельской местности. Работает зал для греко-римской и вольной борьбы. Сегодня здесь занимаются около полутора тысячи детей по десяти видам спорта – дзюдо, самбо, бокс, волейбол, конный спорт. Ребята принимают участие в престижных соревнованиях. Олимпийский чемпион пожелал молодому поколению крепкого здоровья и благополучия, а также отметил, что город Симе является для него второй малой родиной. Это место, где я учился, здесь я женился. Всем большое спасибо. Спасибо моему народу и их поддержке. За 39 лет, как я стал олимпийским чемпионом, впервые моим именем был назван спортивный комплекс. Я думаю, что это большая победа. И я хочу, чтобы ребята здесь, обучающиеся, стали чемпионами мира. Олимпиад и всегда поднимали флаг казахского народа. Молодые спортсмены отметили, что, занимаясь в Академии спорта имени Жаксалыка Ушкемпирова, это дает им настрой на победы и покорение спортивных высот. Для нас большая радость заниматься и тренироваться в Академии спорта имени Жаксалыка Ушкемпирова. Мы подражаем ему. Хотим так же, как и он, стать олимпийскими чемпионами. В Академии спорта будет открыт музей, посвященный спортсменам. Его первыми экспонатами станут награды Жаксалыка Ушкемпирова. В Академии мало желающих пройти обучение на управление транспортными средствами категории D. При этом в городе ощущается нехватка водителей и автобусов. В то же время в специализированный центр по обслуживанию населения на обучение этой категории приходят в основном люди пожилого возраста, а молодежь больше проявляет интерес к управлению легковым автотранспортом категории B. Об этом стало известно в ходе посещения депутатами горского маслехата специализированного центра обслуживания населения. Специализированный центр обслуживания населения открылся в прошлом году. Благодаря использованию современных устройств и цифровых систем, работа центра идет полным ходом. Главная цель – экономия времени граждан путем максимально быстрого оформления документов. Здесь можно получить водительские удостоверения, провести перерегистрацию автотранспорта, оплатить налог на транспорт, получить адресную и медицинскую справки, а также провести утилизацию транспортных средств и получить другие виды услуг. Есть и другие нововведения. Раньше принимали сотрудники РЭО экзамены, теорию, практику, а с 1 июля полностью экзамены принимают сотрудники госкорпорации, то есть спецслуживания. В основном сейчас задача стоит именно цифровизация, электронное обслуживание, самообслуживание онлайн. То есть на портале у нас ЕГОВ, сейчас полностью доступ имеется, можно и сидя дома или на работе, можно оформлять и машины, можно оформлять, и водительские права можно менять. В центре работает 30 человек. Документы услуга получателей обрабатываются в бэк-офисе города Усть-Каменогорск. Ежедневно сотрудники спецсона обслуживают до 600 человек. При этом около 50 граждан в день обращаются сюда по оформлению водительских удостоверений. Один из них – житель города Абай-Алпспай. Здесь, в центре обслуживания работы, налажено хорошо. Здесь все удобно. Все документы оформляются в электронной системе. Как раньше, нет длинных очередей. То есть мы не стоим здесь часами. Самое главное – дать сотрудникам свои правильные данные, и за короткий срок документы будут готовы. В ходе ознакомления с работой специализированного центра обслуживания населения, народные избранники посетили зал, где принимаются и оформляются документы. Здесь депутаты обратили внимание на количество очередей, а также на комфорт и удобство для населения. Также депутаты побеседовали с получателями услуг. После этого депутаты посетили площадку, на которой сдается экзамен на получение водительского удостоверения и ознакомились с состоянием учебных транспортных средств. При этом их заинтересовало управление автобусами, а именно количество людей, обучающихся по категории «Д». Все кандидаты в основном на категорию «Б» приходят, вся молодежь. Есть пожилые люди, которые приходят, обращаются на категорию «Д», берут водительское. Но не так много. Я так думаю, теперь у нас наплыв пойдет вот этих вот кандидатов на категорию «Д». По словам секретаря городского маслехата Бесенбека Акжалова, несмотря на то, что в городе обновлен общественный транспорт, существует нехватка водителей, которые имеют право управлять ими. По этой причине вакансии остаются открытыми. Нужно только желание, говорит секретарь городского маслехата. У нас действительно есть вакансии, и зарплата вроде бы достойная, и новые автобусы, допустим, запущенные в городе, и людей с водительским удостоверением категории «Д» в недостаточном количестве. И вот руководитель «ЦОНО» говорит, что не так много людей сдают, хотелось бы, чтобы их действительно больше, и они гарантированно будут трудоустроены. В целом мнение сложилось положительно, о работе, о вообще состоянии. Мы посетили полигон, проверили машины новые, вот есть легковые, какие нужно, все для сдачи экзамена, грузовые машины есть, автобус тоже есть, в принципе, полностью обеспечен. Также поговорили с людьми, с гражданами, которые получают услуги. Никаких, в принципе, нареканий не было сказано. Со специалистами тоже побеседовали, ребята образованные, все работают. Есть проблемы, конечно, но это проблемы мелкие, мы думаем, устраняемые. Есть также недопонимание со стороны населения, вот некоторые. Это тоже проводится, разъяснительная беседа, вот при нас появилась беседа, людям все объясняют, в принципе, и проводится дальнейшая правильная работа. В целом на сегодняшний день автовладельцам нет необходимости посещать спецсон. Полноценно функционирует информационная система. На портале ЕГОФ можно оформить любой документ. Для того, чтобы отправить заявление на водительское удостоверение, необходимо просто сфотографировать себя и свою подпись. Затем загрузить его на компьютер. Если вы продаете или покупаете автомобиль, будет использоваться электронно-цифровая подпись продавца и покупателя. Это, в свою очередь, еще раз демонстрирует эффективность цифровой системы. Поход Гульгадес, Илья Сабит, телеканал Семей. В Семей начался осенний призыв в армию. Также в этом году в школах города открыты военно-патриотические классы ЖАС-Сарбас. При этом у участников появляется возможность, получив соответствующий сертификат, в дальнейшем поступить в высшие военные учебные заведения. Об этом шла речь во время пресс-конференции с участием специалистов по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В ходе встречи в первую очередь было отмечено, что в Семей стартовала осенняя призывная кампания. Сегодня повестки о прохождении срочной службы в армии вручаются молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет. В начале этого учебного года мы составляем список учащихся, достигших 17-летнего возраста, а уже с 18 лет отправляем в ряды нашей армии. На сегодняшний день призывники зачисляются в сухопутные войска и пограничные войска. На пресс-конференции также была озвучена необходимость усиления роли военно-патриотического воспитания в школах региона. В этом году в 13 учебных заведениях города были открыты военно-патриотические классы ЖАЗ-Сарбаз. С декабря уже шла работа, переименовали нас классы ЖАЗ-Сарбаз, и в данный момент у нас уже существует три класса. Это пятый класс, шестой класс и восьмой класс. Особое внимание в подготовке ЖАЗ-Сарбаза, будущих призывников, будущих воинов, мы уделяем внимание патриотическому воспитанию. Как было отмечено в ходе брифинга, в начальной военной подготовке произошли некоторые изменения. Начальная военная подготовка у нас сейчас обучается по новой программе, называется начальная военно-техническая подготовка. Обучение начинается с 10-х классов и 11-е. Мы начинаем, естественно, обучение первое, это с преподавателей, которые работают с этим личным составом, с офицерами-воспитателями, которым проводим трехдневные учебно-методические занятия на базе управления по делам обороны города-семей и, естественно, центра военно-патриотического воспитания города-семей. Специалисты по военно-патриотическому воспитанию молодежи активно занимаются повышением своего профессионального уровня. Методические занятия проводятся на базе различных городских и сельских школ. Сама Цикенов, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова